Всем привет! Думаю, многие для разогревания пищи пользуются микроволновкой или плитой. Однако, в полевых условиях плиту с собой не принесешь, да и костер не всегда можно быстро развести, к примеру, в болоте или в пустыне. Для решения такой проблемы зачастую используют сухое горючее, с помощью которого очень удобно подогревать консервы в походе или же вы, если вы попали в какие-нибудь дикие условия. Сухие пайки многих стран до сих пор снабжают таблетками с органическим веществом уротропином, который отлично горит без копоти, долго хранится, а также не разваливается при транспортировке. Однако, разогревание, к примеру, банки с консервой на такой самодельной плитке также не всегда удобно. Занимает минут 15 и всегда есть шанс того, что банка упадет или же ваша тушенка подгорит. Для решения и этой проблемы инженеры разработали так называемый беспламенный разогреватель, об устройстве которого я и расскажу в этом видео, а также попытаюсь сделать свои собственные и протестировать его. У меня есть два сухих пайка разных стран, а именно Дании и США. В обыкновенная консервированная еда, а также вот такой беспламенный разогреватель. Работает он очень просто. В пакет с разогревателем кладется пища в упаковке, после чего добавляется небольшое количество воды. Спустя примерно минуту начинается химическая реакция, при которой выделяется огромное количество энергии, превращающая воду в пар. Горячий пар и разогревает пищу до необходимой температуры. Процесс этот довольно быстрый, реакция длилась около 4 минут, после чего упаковка с едой разогрелась примерно до 35 градусов. Такой способ разогрева более удобен в полевых условиях и, кроме того, не использует открытого пламени, что более безопасно и эффективно. Конечно же, это все прекрасно, но почему же происходит такая реакция и какие вещества участвуют в ней? Для этого нам понадобится американский сухой паёк, в котором также есть беспламенный разогреватель. От датского он отличается внешним видом, а также на просвете видно, что он состоит из секций. Похоже, это сделано для более долгой и эффективной реакции. На упаковке также указан номер патента, по которому он изготовлен. Что ж, давайте гуглить. И вот уже спустя полминуты становится известно, из чего сделан этот самый разогреватель. Согласно патенту, его основными компонентами являются сплав магния с 5% железа, наполнитель, а также обычная поваренная соль в виде электролита. Сначала сплав магния с железом измельчают до минимального размера частиц, после чего добавляют около 5% соли. В конце эту смесь спекают с инертным наполнителем, которым служит обычный пластик, полиэтилен. После спекания частицы наполнителя хуже слеживаются. Вот такие блестящие гранулы и кладут внутрь упаковки с беспламенным разогревателем. При добавлении воды к ним магний начинает реагировать с водой, так как железо, входящее в состав сплава, ускоряет эту реакцию и является катализатором. При обычных условиях магний с водой реагирует очень слабо. В результате реакции магния с водой в присутствии катализатора образуется гидроксид магния и водород, который еще, кстати, можно поджечь. Ну что ж, с этим разобрались. Давайте теперь попробуем из обычных реактивов сделать свой собственный беспламенный разогреватель. А перед тем, как рассказать вам о своих попытках сделать разогреватель, советую вам попытать счастье на Алиэкспресс, в Связном или Эльдорадо на этой неделе. Скоро будет большое событие в мире торговли, Черная Пятница, в которой вы сможете значительно сэкономить на покупках, даже не вставая с кресла. А лучшие предложения собраны в одном месте на распродаже Черная Пятница по-нашему от Letyshops. С 22 по 25 ноября скидки до 60%, кэшбэк до 15% и целых два розыгрыша миллионы рублей, а также многое другое. Участвую в акции Letyshops, покупай с кэшбэком и выигрывай призы. Ссылки в описании, рекомендую. Ну а для того, чтобы сделать свой разогреватель, мне понадобится магниевый порошок, порошок железа и обычная столовая соль. Для начала я отвесил 5% железа и 5% поваренной соли, после чего измельчил эти компоненты до состояния мелкого порошка. К сожалению, оборудования для сплавления магния с железом у меня нет, так что приходится импровизировать. После измельчения я смешиваю порошок из ступки с мелким магниевым порошком. Наполнитель в виде полиэтилена я не клал, думаю и так покатит, однако не покатило. Вот это поворот! При добавлении воды смесь практически не разогревалась, хотя по замерам пирометра на пару градусов она все же нагрелась, но этого слишком мало. Похоже, что я сделал очень медленный разогреватель, реакцию необходимо ускорить. Для ускорения реакции я воспользовался химической хитростью, добавил еще более сильный катализатор реакции, а именно сульфат меди, его я добавил около 2%. Как видно, с добавкой медного купороса реакция пошла гораздо быстрее. В итоге у меня получилось около 40 грамм смеси, осталось сделать для нее оболочку. В промышленном разогревателе в качестве оболочки используется полиэстеровая ткань, но так как у меня такой нет, то я решил взять вместо нее обычную кухонную тряпку. Хорошо, что такие продаются сейчас практически везде. В результате, после нехитрых манипуляций, у меня получился вот такой самодельный беспламенный разогреватель. Давайте теперь его протестируем. В качестве нагреваемой пищи я взял обычную 100 граммовую шоколадку, температура которой 22 градуса. Для начала реакции я просто приливаю около 100 мл воды в пакет, после чего реакция начинается. В принципе, пара не так много, как при реакции с разогревателем из датского сухпайка, но по замерам температура нагревателя достигает 95 градусов по Цельсию. Спустя 10 минут реакции шоколадка почти полностью растаяла, и ее температура достигла выше 45 градусов, что довольно неплохой результат, по-моему. Однако, все же для своего разогревателя я потратил слишком много магния, который еще совсем не дешевый. Поэтому для второй попытки в смесь я решил добавить наполнитель, которым оказался обычный песок с пляжа, который и стоит-то почти ничего. Чтобы реакция была такой же бурной, я немного увеличил количество сульфата меди до 10%, и столько же добавил столовой соли, отказавшись тем самым от порошка железа в составе смеси. Вместо 35 грамм магниевого порошка я взял в 5 раз меньше, то есть 7 грамм. Общая масса разогревателя вместе с тряпкой теперь составляет около 35 грамм. Давайте теперь проверим, как же себя поведет вот этот импровизированный разогреватель, и на сколько градусов он разогреет шоколадку. После добавления воды началась очень бурная реакция, но потом она продолжилась меньшими темпами. Температура разогревателя при этом была в пределах 75 градусов по Цельсию. Спустя 10 минут реакции температура 100 граммовой шоколадки превысила 45 градусов, что тоже довольно неплохо. Получается, что и с меньшим количеством магния нагревание шоколада происходит не так уж и медленно. Реакция последнего моего разогревателя длилась около 30 минут, но если сравнить их с промышленными, то они все же не такие эффектные, и не так много выделяют пара при реакции. Еще остается под вопросом, сколько моя такая импровизированная смесь сможет пролежать без окисления, так как некоторые компоненты из такого разогревателя могут впитывать влагу из воздуха, тем самым постепенно активируя окисление магния. Но все же, если подсчитать, то цена такого импровизированного разогревателя получается в 5 раз меньше, так что может можно замутить свой пациент, и раз и навсегда отказаться от неудобных и не всегда эффективных таблеток с сухим горючим. Как говорится, даю идею, а все остальное только в ваших руках. Думаю, что контролируя количество наполнителя и катализатора, можно регулировать и скорость реакции. Таким образом, если к системе добавить еще термосумку, то в ней пищу можно разогревать прямо на ходу, в портфеле. А теплый разогреватель можно потом будет положить в карман в пакете и использовать как грелку. Еще интересно то, что неиспользованные разогреватели можно использовать и в экстренных случаях, например, как сигнальный огонь, так как содержащийся в них магний очень сильно горит на воздухе, а от реакции с полимерами в составе оболочки, так и вообще вспыхивает яркими искрами. Все же такие опыты я не советую повторять, так как они очень опасны. В итоге можно сказать, что за беспламенными разогревателями стоит будущее, всяких походов и вылазок на природу, так как зачастую костер разводить проблематично, от него еще пожар может случиться. Можете написать в комментариях, какие еще применения вы бы нашли этому полезному изобретению. Но если вам понравилось это видео, как обычно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы узнать еще много нового и интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok